С выглядит страшно, ну посмотри, она высокая. Ну такой радиус дикий, не знаю, на чем я отсылал. Ну, мне повезло, мне повезло, я съехала и доехала и не упала. Мне показалось, что я взял мало скорости. Привет, друзья, с вами снова я, Антон Зайд. У меня в гостях крутая девушка Маша Рыбка. Она катается на скейтборде и сноуборде, а также круто обучает новеньких райдеров. И сегодня я пришел к ней вот сюда в такой комплекс, не знаю, это скейт-парк или что это, как это назвать правильно? Это многофункциональный комплекс All-Pro Academy, где есть батут, скейт-парк и огромный-огромный трамплин. Вот, огромный-огромный трамплин меня очень сильно заинтересовал, потому что я никогда не снижал с огромных трамплинов. И вообще даже, ну как бы нет, мне кажется, в России километра, да? Да, это единственный трамплин. И вот, я видел, как Маша снижает у себя в Инстаграме, как она с этого трамплина и крутится, и там, и что только ей делать. Поэтому я тоже захотел это попробовать. И сегодня, я надеюсь, что Маша меня научит. Обязательно, я тебя научу, поэтому... Нет, надеюсь. Я... Ну, с трудностью, конечно, я готов, конечно, я готов, но когда я, наверное, плавлю, поднимусь на трамплин, я буду максимально не готов. Все получится, главное поверить. Ну все, окей, гоу. Я думаю, сначала надо пули покататься, пробовать. Антон, подожди, ты не спеши, сейчас мы покатаемся, но нужно обязательно сначала разминку провести. То есть, перед тем, как прийти ко мне вперед, как начать, нужно обязательно провести разминку, так что разминку. Презо мне голеностоп обязательно. Это трамплинчик, который... Базиль, это мое... Он, конечно, очень страшный. Вроде не просто... Для меня это самое любимое место. Мне нужно было съехать с этого трамплина. Честно, я, наверное, часа три собиралась. Я вот так вот всю защиту. Балахон сверху, еще защиту, шлем, камешон. Вот так вот. Мне повезло. Мне повезло, я съехала и доехала, и не упала. Но... Варианты, чтобы можно упасть, не доехали. Тут даже ребята, многие падают. Ну вот у меня ученики, я парни еще одела там ракушку. Во всех, полное манирование. Но он все равно, попа немного поцарапался. Вот. Поэтому я тебя подготовлю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вы увидите, как Маша делает 20 отжиманий. Черт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня же есть ли попытки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Маша, круто. Ты, в общем, показал, как катаешься в рампе. Очень круто, мне очень понравилось. Особенно tail to nose grab. Это суперкруто, мягкий получается. Скажу честно и скажу сразу. Но я думаю, пришло время попробовать себя в этой рампе, трамплине, как это еще правильно называть. Ты мне скажи, вообще, ты такое видел где-нибудь? Нет, я не видел. Ну, только... В Европе ты катался? Нет. В таких скейт-парк? Нет. Я только видел Таниколка такое. Я хочу тебе сказать, что это единственный трамплин у нас в Москве. Но, по-моему, даже и в России. Поэтому это огромное счастье, что мы его имеем здесь. Поэтому, я думаю, стоит тебе попробовать. А это что? Это доска с креплениями. Как бы скейтборд, но он же сноуборд. Поэтому, чтобы доска не отливалась со основ. Странно, почему сделали именно... А, нет, они мягенькие. Я думаю, там суперскейтерские такие, знаешь? Нет, мягенькие, все отлично, очень классно. А, можно круточки, флипчики, все что угодно делать. Выглядит страшно. Ну, посмотри, она высокая какая. Сейчас два раза выше, чем там. Смотри, изначально мы с тобой просто раскатаемся внутри, а потом уже перенесем все это на трамплин. Хорошо? Окей. Поэтому, надеюсь, на трамплин. О, что у меня страшно, ты же... Ну, такой радиус дикий, на самом деле, отсюда. Нет, он не дикий. Самое стрёмное, это не здесь съехать, а войти в радиус наверх. Ну, так надо максимально коленчик обработать, чуть-чуть разгрубироваться. Ребята, это суперсложный номер, поэтому не забудьте поставить обязательно лайк. Не мне, а Маше, потому что она будет самая первая. Что? Как оно это... Маша, нормально? Да, нормально. Ты даже с поворотом взяла. Питюня вообще. Спасибо. Мне показалось, что я взял мало скорости. Сейчас возьму и самый большой прыгну. Давай, удачи. Это называется вобла. Вобла. От английского вобл, что означает колебание. Вобла – это высшая из-под контроля доска, которая начинает раскачивать из стороны в сторону. Обычно это происходит из-за напряжения мышц ног, в частности лодыжек, и неправильной настройки доски. Это была пятерочка. Ну вот, друзья, с помощью Маши рыбки я все-таки смог спрыгнуть на своей доске. На вот этом гибриде я побоялся. Думаю, еще сюда приду, обязательно и попрыгаю. Но если вы хотите так же круто научиться кататься на скейтборде или попробовать въехать с этой огромной рампы, то все приезжайте к Маше. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Ну и если вы хотите кататься на скейтборде зимой, то я советую вам сюда именно приходить. И тут гонять, потому что в Алпро есть все развлечения. Ну и по традиции, подписывайтесь на мой канал, ставьте много-много экстремальных лайков, особенно Маше, и пишите в комментариях, кто хочет обучаться с Машей. Так что пока-пока. Пока-пока.